Российский писатель, власть и небольшая книга 2017 года, литературный критик. Наш международный гость из Франции, французский писатель, сценарист и кинорежиссер в 2017 году, награжденный Ганкуровской премией. Господин Эрик Вюяр, давайте поприветствуем. Помогать с переводом господина Вюяра любезна будет Диана Воронина, за что огромное спасибо. И, конечно же, Алексей Борисович Сальников, русский писатель и поэт, лауреат премии «Национальный бестселлер» 2018 года, дорогие друзья. Вопрос, которым задаются в литературном сообществе многие, это прежде всего, для чего в современном литературном мире нужны литературные премии, как они влияют на творчество авторов, положительно ли, отрицательно ли. Что вообще происходит? Является ли это уже пережитком прошлого, или литературные премии переживают сейчас свой пик, или, возможно, литературные премии угасают, и в ближайшем будущем уже не будут столь востребованы и оказывать такое влияние на судьбу авторов, как это было совсем недавно, так как многие тексты выходят за пределы печатных изданий, безусловно, ряд авторов печатается только в интернете, обретает известность в интернете и только после этого выходит на тираж бумагу. Именно об этом мы будем сегодня говорить с нашими дорогими гостями. Итак, первый вопрос, который хотелось бы задать всем нашим гостям, его в регламенте не было, но будет такой небольшой сюрприз для всех наших гостей. Какие ощущения в первую очередь вы испытали, когда наконец были удостоены всех наград, которые вы получили? Кто готов будет ответить по поводу своих ощущений, своих впечатлений, когда вы узнали, что получили одну из самых престижных либо в нашей стране, либо за рубежом литературных премий? Что вы в этот момент подумали? Лев, будем рады, если вы начнете. Ну, я несколько раз, вообще, во-первых, добрый день, добрый вечер. Я несколько раз оказывался на сцене, где, в качестве участника шотт-листа, однажды вот здесь, в Петербурге, на основном бестселлере, два раза на большие книги, и вот первые два раза, когда ты ничего не получаешь, ты уходишь оттуда, как оплеванная, чудовищная, на самом деле, какая-то травма, которую я помню гораздо лучше, чем тот момент, когда я, наконец, не закончилась травмой. Получилось единственное, что я смог выдавить в тот момент, когда я узнал в прошлом декабре, что я оказался рядом первой премии «Большая книга», я повторил фразу Ленина, сказанную им вечером, в ночь-в-ночь, с 25 до 26 октября, когда они с Троцким, когда уже на несколько часов легли спать в какую-то одну из комнат Смольного, выстрелив себе газеты на пару часов, и Ленин схватился за голову и сказал, по воспоминаниям Троцкого, «эс швиндельт», по-немецки, «голова кружится», вот это вот то, что я произнес. На самом деле, не надо думать, что ваша жизнь радикально меняется после этого, ну, как бы, это меньшая травма, чем не получить, но не более того. Ну, я думаю, что ваша жизнь радикально меняется после этого, но, на самом деле, я тоже хотел сказать такую же фразу, как Ленин, Смольным, в этот день. Но, к сожалению, шанс выпадает редко увидеть, как какой-то режим долго подавлявших людей вдруг рушится. Это случается раз в столетии. Ну, и вы как раз привели Ленин, это тоже сейчас редкость, чтобы политический деятель интересовался литературой. И, в основном, может быть, линтэрэй, который он уделял литературе, это не тот интерес, который объединяет нас сейчас. Ну, в премии всегда есть две составляющие. Одна, безусловно, ее нельзя отрицать, это коммерческая. А вторая составляющая, это возможность для книги дойти до, возможно, большого количества читателей очень быстро. То есть, это, по сути, судьба более исключительная, чем та, которая связана с литературой в салоне. И, по сути, именно это, эмоционально трогает момент, когда ты получаешь премию, это то, что книга, которая предназначена для всех, и могла бы быть прочитана с немногим количеством людей, будет прочитана все-таки всеми, или большим количеством людей. Ну, конечно, это универсальный принцип большой торговли, но мы делаем то, что можем. В любом случае, у нас то, что мы имеем. Простите, можно сделать микрофончик-добромчик? Да, мне кажется, всем будет... Сейчас постараемся, спасибо за комментарий. Чуть-чуть, все микрофоны. Да, и автор работает. Алексей? Ну, я... Когда объявляли, собственно, победителей, там в национальном бестселлере это производится подсчетом голосов определенных, буквально тут же, на месте, я думал, что с моим везением внезапно появится какое-нибудь новое правило в этой премии, и скажем, не надо этого автора нам, собственно, номинировать, давайте мы выберем кого-нибудь другого. И поэтому он вышел, все еще не веря в свое счастье, сказал, что сказал, и стал ждать некого мистического прилета за успех. Такое... У меня несколько мистическое иногда сознание стал ждать, что должно произойти что-то нехорошее. Ну и, собственно, к счастью, это нехорошее казалось тем, что самолет, на котором я должен был улететь, оказывается, был заказан на день далее. Вот. И мне пришлось ждать в аэропорту. Потом сначала в гостиницу поехать, к счастью, она была заказана на сутки. А потом все-таки добраться до аэропорта и где-то 10 часов сидеть и ждать. Ну вот. И... Ну, то есть... Ну, когда я сел в самолет, я уже был абсолютно счастлив, потому что понял, вот, все, я как бы все свои несчастья за эту премию как бы получил пока, и все будет замечательно. Ну вот. А что касается коммерческого успеха, то нет. В России премии не гарантируют никого коммерческого успеха. Да. Может, лет 10 назад так и было. То есть, вы действительно выпускали книги гигантскими тиражами, ими заваливали все полки, а потом они буквально через пару месяцев лежали уже со страшными скидками, буквально пачками, в каких-то загашниках книжных магазинов, где их можно было с ужасом находить. Как будто забредал на какой-нибудь чердак, где прятали родственников в этих романах XIX века. Спасибо большое. Дорогие друзья, если у вас появляются вопросы, как обычно, подключайтесь к дискуссии, ну, разве что на заявленную тему попрошу. Если какие-то вопросы более частого характера к авторам, оставим их на время ближе к концу встречи. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки сильно получение премии влияет на литературную жизнь? Может ли она в корне изменить писателя, или все-таки нет? Мне кажется, вообще, это представление о том, что литература, значимость того или иного литературного текста, литературного произведения определяется количеством родных его экземпляров или количеством полученных премий вообще никаким образом не вернуло. Мы живем в буржуазном обществе, которое регулируется рынком, и нам внушают, что литература это тоже один из тех видов деятельности, одна из таких развлекательных практик, которые можно оценивать количеством денег, которые циркулируют в этом бизнесе. Мне кажется, это не так. Литература в значительной степени не история про развлечения, это такая социальная практика. Правда, мера значимости, влияния того или иного текста не определяется его тиражами. Не знаю, какой-нибудь там роман «Что делать» Чернышевского, который не больно-то издавали какими-то великими тиражами, он создал целое поколение людей, которые, в конце концов, изменили мир. А в тот момент, когда он вошел в школьную программу, его, наоборот, читать, по сути, перестали. Я уж не говорю о том, что там есть куча, я прекрасно осознаю, что у меня есть премия у Эдуарда Лимонова, например, и у Толстого, и у Алексея Иванова, бесконечное количество, на самом деле. Бориса Акунина, а литературной премии нет. Это говорит о том, что не тешило мое тщеславие диплом, который у меня лежит. Но это хорошо не устроено было, а вот эта вот машина, которая просеивает литературу и ищет каждый год какой-то самый важный текст, все равно, на самом деле, она устроена из рук вон плохо, она пропускает очень много важного, и поэтому не стоит преувеличивать. И даже в качестве системы идеально, какое-то рациональное объяснение, что зачем нужна литературная премия, такая система навигации для читателей. Но и с этой функцией, на самом деле, не очень справляются, да, несмотря на то, что много в России премий. Как бы не все книги, которые награждены премией, надо читать, и если книга не получила какую-то премию, это не значит, что она изгой, что там автор ничтожества. Это совсем не так. Спасибо большое. Премия — это, конечно, социальный феномен, как любой другой. То есть, в основном, можно сравнить факт наличия филийтонов в 19 веке. То есть, тот факт, что писатели, в большом количестве писали для журналов. И они должны были сдавать материалы постепенно, каждую неделю. Конечно, это имела литературные последствия, но также, что еще очень важно, социальные. То есть, это позволяло массово безграмотность. То есть, с одной стороны, такой вид, это позволяет обучение массово, с другой стороны, оно его сопровождает. И, конечно, в филийтонах есть всякая всячина. Там есть абсолютно неудачные писатели, но есть и Золя, и есть другие прекрасные авторы, как Гюго. Преимущество филийтона состоит в том, что он может очень быстро затронуть большое количество людей. Так, анекдотический пример, когда Маркс публиковал «Капитал» на французском, он попросил, чтобы «Капитал» издавался формой филийтона. И, конечно, определенным образом это влияло на то, каким образом писатели писали. Это означает, что современный читатель, как и современный писатель, требует определенных условий. И это, в частности, связано с тем, что статус современный писатель приближается к среднему классу. И, конечно, это разница в происхождении вызывает разницу в тематике, и в содержимом книг. Потому что, в некотором образом, можно только говорить о том, что мы знаем. И, конечно, как следствие филийтона, всего того, чем он является, он имеет действие с реальностью и социальной жизни. И я думаю, что думать нужно об этом, каким образом писаться в социальной жизни. И я думаю, что такое вписывание происходит в боевом регистре, в том, что вы говорили, в том, что вы говорили, в том, что вы говорили, то есть в плане экономической структуры в целом, и, в том, что вы говорили, Это даже коснулось Горького, потому что когда Горький писал о христианах и рабочих, это на самом деле в тот же момент ставило его за их пределами, то есть подтверждало факт, что он не является ни тем ни другим. И хотя, конечно, понятно, что когда Золя говорит о работе на рудниках, понятно, что сам он на рудниках никогда не работал в Герминале. Алексей, пожалуйста. Я отчасти воспринимаю литературную премию как отдельную лотерею для писателей, которые могут участвовать только писатели. Что касаемо влияния премий на читателя, то это каким-то волшебным образом совершенно непредсказуемо. То есть кому-то достаточно попасть в лонглист какой-нибудь премии, и он становится известен. Кому-то не хватает даже и, собственно, лауреатства для этого. И что удивительно, если брать в общем литературную ситуацию, то можно предположить, что существует некая литературная фея, которая просто пролетает над страной, распыляет свою сверкающую пыльцу и говорит, с завтрашнего дня мы читаем этого автора, а этого забываем напрочь. Хотя мы до этого носились с ним буквально как с идолом, чуть ли не с полубогом, но как с пророком, каким-то удивительным образом. А спустя 20 лет она же опять пролетает и говорит, забываем всех авторов, кто были до этого, и вспоминаем вот того забытого автора. Причем, как мы его вспоминаем? Мы берем просто некий блогер, просто пишет какой-нибудь пост о том, что он прочитал эту книжку, и все внезапно начинают ее читать. Просто его сторгаться от рядовых читателей до самых таких профессионалов, матерых. Это как-то происходит, ну это вообще неизвестно. Это просто непостижимый хаос просто. К вопросу о лотерее для писателя, это же стоит на самом деле непонятный вопрос, а кого считать писателем, где проходят границы между писателем и не писателем, кто определяет, кто полезное растение, кто тот садовник, который определяет, где полезное растение, а где сорняк. Потому что, не знаю, в премиациональный бестселлер до какого-то момента, например, не считали писателями, тех людей, которые пишут биографию, а теперь не считают. Теперь им никогда ничего уже не достанется. И так, на самом деле, не знаю, является ли писателем автор детективов, или женских романов таким настоящим писателем, или человек, который на Ютьюбе зачитал какую-нибудь поэму собственного сочинения, он писатель или нет. Вот это, мне кажется, серьезный вопрос для обсуждения. Кто, как договариваются элиты, не только о том, какой текст считать главным сегодня в данных исторических обстоятельствах, а вообще, что такое литература, а что нет. Вы знаете, что там граница между литературой и нелитературой, она постоянно сдвигается. Нам кажется, что она всегда одинаковая, на самом деле нет. В Англии романы, что-то вот такую выдумку, на самом деле, не считали за литературу до, по сути, 18 века. А потом вдруг стали считать. Возник этот романтический образ творца, главная достоинство которого, что он выдумывает какой-то мир. В общем, вот это самое, не как вопрос о том, как меняются премии, потому что почему вдруг сейчас умирает, например, мы сейчас присутствуем при растянутой гибели главной литературной премии за роман, Букеровской премии российской. Почему? Она же не просто потому, что там кончились деньги, просто, может быть, потому что жанр романа тоже, некоторым образом, из центрального, там, тоже смещается на периферию общественного сознания. Вот за этим интересно.